МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Валерьевич Кашулин, Тверской прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Владимир Валерьевич, добрый день. Здравствуйте. И Андрей Николаевич Жильцов, помощник прокурора Тверской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Сегодня говорим о соблюдении закона в местах решения свободы, уважаемые друзья. Поэтому, кого интересует эта тема, у кого, возможно, накопились вопросы, можете звонить. Еще раз напоминаю, телефон 300-190. Мы работаем в прямом эфире. Уважаемые друзья, наказание в виде решения свободы – самый суровый вид наказания, действующий в настоящее время в Российской Федерации. Давайте начнем с того, как организовано его исполнение на территории Тверской области. Наверное, Владимир Валерьевич, начинаем с вас. Здравствуйте еще раз. Действительно, лишение свободы является основным наказанием в Российской Федерации. На территории Тверской области это наказание исполняется несколькими учреждениями. Это исправительная колония строгого режима, общего режима, исправительная колония, где содержатся осужденные женщины. Два лечебно-исправительных учреждения. Одно из них по профилю лечения больных туберкулезом. Это ЛИУ-3. Да, совершенно верно. Второе из них по профилю лечения больных алкоголизмом и наркоманией. Это ЛИУ-8 Андреаполь. ЛИУ-8 Андреаполь. Совершенно верно. Плюс еще следственные изоляторы, да, три, но вы сказали, да, областная больница для осужденных, медико-санитарная часть номер 69. Ну, здесь надо сказать, что областная больница, которая находится, она является исправительным учреждением только для тех осужденных, которые там находятся. Она действует. А так у него профиль, естественно, оказания медицинской помощи осужденным, которые находятся в местах лишения свободы, а также следственно арестованным. Если я говорю нашим телезрителям и радиослушателям, если какой-то недуг, да, и человек находится в местах лишения свободы, то его отправляют именно в Торжок, в областную больницу. Ну, не совсем так. Ему, во-первых, оказывают помощь медицинскую непосредственно в учреждении. В учреждении, где есть такая медицинская помощь. Там отдельно функционируют филиалы медицинской части МСЧ-69, которая подчиняется медицинской части России. Вот. И в случае необходимости осужденный этапируется в областную больницу в Торжок, и там ему оказывается квалифицированная помощь. Плюс при необходимости оказания иных видов медицинской помощи осужденные могут быть направлены и в гражданские, так называемые, больницы, больницы общие, но и в другие специализированные лечебные учреждения в других регионах Российской Федерации. Где нужна помощь специалистов конкретного, которые нет, наверное, более узких специалистов. Вот, коль начали мы говорить об оказании медицинских услуг, насколько часто поступают жалобы относительно именно качества медицинского обслуживания? Ну, безусловно, от осужденных, это, наверное, одна из основных категорий обращений, связанных с оказанием медицинской помощи. Вместе с тем, они не являются подавляющим, не занимают подавляющее большинство, потому что медицинская часть в исправительных учреждениях области достаточно хорошая, укомплектована. Проверки проводятся и Росздравнадзором, и нами систематически. Ну, не без недостатков, конечно же, вот, выявляются недостатки, мы на них реагируем. Но вместе с тем, надо сказать, что филиал медицинских частей и сама МСЧ-69 оказывает достаточно квалифицированную помощь осужденных. То есть, да, да, вот вы проверяете и наличие лекарств, и медицинского оборудования необходимого, да, и качество профессионализма самих врачей, докторов, да, которые там работают? Ну, безусловно, наличие у них лицензий, допуска к работе. Вот, хотелось бы немножко, мы так сразу в медицину ушли, но сказать о том, что у нас учреждения области позволяют отбывать наказание жителям Тверской области непосредственно в регионе. Потому что, согласно уголовно-исполнительному законодательству Российской Федерации, осужденные в основном преимущественно должны оставаться в своем регионе. Вот, эта возможность в Тверской области имеется, как я уже сказал выше. Практически все виды исправительных колоний у нас имеются, за исключением особого режима и тюрем. А так для женщин имеется... Да, выше не имеется еще. Да, и общий режим, и строгий режим, и строгий режим для тех, кто ранее ни разу не отбывал наказание в виде лишения свободы, и строгий режим для тех, кто уже отбывал наказание в виде лишения свободы, так как они, согласно требованиям закона, должны содержаться раздельно. Поэтому, в основном, все лица, которые осуждены и которые проживают в Тверской области, они отбывают наказание в пределах. Что очень важно для родственников, для самих осужденных в целях недопущения утраты социальных связей, в целях достижения целей уголовно-исполнительного законодательства, и для общества, и для государства в целом. Да, потому что мы говорим часто о свиданиях, это и краткосрочные, и длительные свидания, которые сейчас в период коронавируса запрещены, но, тем не менее, это очень важно. Введен мораторий. Я бы не говорил так, что запрещены. Введен мораторий определенный для того, чтобы предотвратить распространение вот этой инфекции. Поэтому по учреждениям, по отбыванию в них, в целом, картина у нас вот такая. Давайте пока остановимся, да, именно на коль начали мы говорить с Владимиром Валерьевичем относительно оказания медицинских услуг, да, Надежда Александровна? Вам поступают, наверное, такие жалобы? Я хочу сказать, что аналитика тех обращений, которые к нам поступают, выявляет, что это где-то чуть ли не 20% от всех обращений, которые есть. Вот я посмотрела за эти 5 месяцев, это 17%. Чем недовольны люди? Вы знаете, вот, если говорить, что там не оказывается медицинская соответствующая помощь, я бы не стала сегодня так говорить. Ну, как и везде, есть вопросы, которые вызывают недовольство. Тем более, понимаем, что вот когда человек изолирован, то назначено не то лекарство, он хотел бы другое. Чувствовать себя плохо, его не направили в медсанчасть, он просит, чтобы его обследовали. А вот последний пример, например, беспрецедентный, высокотехнологичную помощь, которую надо оказывать, это тоже как бы проблема. Вот он к нам обратился на замену тазобедренного сустава, ему сегодня эту операцию нигде не проводят. У нас в Твере, Тверская область, наш Минздрав отказался его поставить в реестр, потому что он незарегистрирован был тогда, когда он совершил преступление у нас. Он незарегистрирован в Московской области. А, в другой области. В Московской области. Поэтому брать на себя, как бы, такие затраты тоже, как бы, область не хотела. Вот сегодня занимаются этим вопросом, собираются документами санчасти, чтобы направить и просить в Московской области, чтобы все-таки его поставили в реестр для того, чтобы ему сделать эту операцию. Ну, я думаю, что вместе с прокуратурой мы, как бы, эти вопросы все-таки решим. Ну, а в целом, конечно, как и везде не хватает тех врачей, которые должны бы заниматься, может быть, узкими заболеваниями. Ну, узкие специалисты, они и на свободе, что называется, в дефиците. Апсизиатров, конечно, не хватает для луи. Вот, не хватает, наверное, врачей, стоматологов, понятно, да? Как-то даже конкретно приходилось заниматься и просить, когда мы посетили одну из наших колоний, чтобы туда приехал врач и провел санацию тех больных, которые там, значит, тех... Которые требовалась такая помощь. То есть достаточно много таких вот моментов и вопросов. Ну, сказать, что сегодня и обвините нашу систему исполнения наказания, что они не оказывают соответствующую медицинскую помощь, нельзя. Нет, но об этом мы не говорим. Да, да, да. Как бы конкретно каждый раз сами находим выход из того положения, которое, значит, поднимает тот или другой заключенный. И надо должное отдать руководству, что всегда на те обращения, которые к нам поступают, и мы направляем, и сразу же информируем мы прокуратуру, то однозначно реакция правильная. Давайте мы продолжим разговор буквально через три минуты. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь и звоните 300-190. Уважаемые друзья, мы в эфире программа «Тема дня». Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Сегодня говорим о соблюдении закона в местах лишения свободы. Вот Владимир Валерьевич Кашулин, тверской прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, уже рассказал частично о том, какая работа проводится. Но вот мы здесь более пристальное внимание уделили медицине, да, как осужденным оказываются медицинские услуги. Что еще волнует сотрудников прокуратуры? На что еще хотелось бы обратить внимание Владимир Валерьевич? Ну, могу сказать, что предметом надзора тверской прокуратуры является, прежде всего, это законность нахождения осужденных в местах лишения свободы. Это соблюдение законодательства Российской Федерации в части прав, обязанностей осужденных, именно акцентируя, в том числе, именно на обязанностях осужденных. Вот. А также порядка условий отбывания наказания. Дело в том, что многие сферы жизнедеятельности, которые в учреждениях, это привлечение к труду, вопросы питания, вопросы материального обеспечения, вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, они регулируются другим законодательством, это трудовым законодательством. Вопросы санитарии, это санитарно-эпидемиологическое законодательство, и все эти вопросы находятся в поле зрения прокуратуры. То есть, не только уголовно-исполнительное законодательство и соблюдение требований именно уголовно-исполнительного законодательства, но и других всех вопросов. Вот вы, интересно, сказали, Владимир Валерьевич, относительно того, что у осужденных есть не только права, но и обязанности, да? Да, да. И на соблюдение прав, только права. Но существуют же обязанности. И там ведь целая перечень этого всего. Безусловно, да. Причем приходится как бы разъяснять. Вот был такой случай в колонии номер 4, когда я дважды выезжала и встречалась с одним из отрядов, которым мы очень так буйно обсуждали, а нужно ли выходить на общественные работы, которые у них запланированы в обязательном порядке, там 3 или 4 часа, которые они должны отрабатывать. А буду я спортивную площадку это убирать, а зачем я буду? А я не хочу, а я на этой спортивной площадке не тренируюсь, я на нее не пойду и не буду ничего как бы делать. Вот как бы вот отряд, с которым я беседовала и говорила, а я почему-то иду на субботник, а я занимаюсь каким-то вопросом, вы здесь живете. Вот, не поддержали его на второй раз, в общем-то подняли его, так сказать, ну, не хочу сказать у нас у них, но неодобрительно было. Но профилактическую какую-то беседу пришлось проводить, да, Надежда Александровна? Да, в общем-то у меня здесь как бы пыталась оказать какую-то помощь и сотрудникам, потому что восприятие у полномочий, прям человек, который приходит, да, это проверила и столовые, посмотрела, чем их питают. Были там проблемы, устранили ряд других моментов, которые не устраивали в данный момент сидельцев, будем так называть, или осужденных. Вот, и в то же время разговор, который остается, что нужно выполнять свои обязанности. В этом плане, конечно, мы четко придерживаемся именно поддержки, чтобы выполнялись те правила, которые должны выполняться. Ну, хотя, вот, вы знаете, уважаемые друзья, условия содержания, вот они с каждым годом становятся все лучше. Я знаю, что я бывала часто, когда еще входила в состав общественной наблюдательной комиссии, постоянно выезжала в места лишения свободы и видела, чего там только не придумывают. И я уже не говорю о чистоте, да, которую нужно соблюдать в жилых помещениях и кругом. Там очень многое, что сделано нового. Знаете, как, наверное, пример, мы не очень давно, вот в прошлом году взяли с собой сотрудников центра занятости и наш пенсионный фонд из управления, и прошли по одной из колоний. Они, конечно, были очень удивлены теми условиями, которые есть. А то есть они никогда не бывали, да? Они никогда не были. Все ожидали увидеть что-то такое страшное, и когда увидели, что там посажены цветы, что там комнаты для свидания почти такие же, как в приличной гостинице, это было, в общем-то, сверху удивление. Они говорят, да, оказывается, у нас содержание для заключенных достаточно такие хорошее. Воспитательная работа проводится большая, это и спортивные соревнования, и концерты, которые мы постоянно бываем, смотрим. И в то же время и есть возможность трудиться, да? Очень хорошо развито производство. Ну, Ирина, ну, при всем при том, всегда приходится найти, или не приходится, всегда находим какие-то моменты, которые надо поправить, и надо сказать, что система в Синске, она очень гибкая, и она на те замечания и предложения, которые есть, они реагируют. Хочу сказать, например, такой пример, как в прошлом году очень много занимались питьевым режимом. Что такое, чтобы все-таки стояли и поты для того, чтобы не просто кипятильниками бегали, например, как у нас в женской колонии было, да? Включали, и там, не из бачка черпали воду в самом отряде. Все поменяли, все сделали, в этом году прям приятно заходить, в общем-то, двигаемся. Ну, я знаю, что служба в Син, она и для прессы, это одна из самых открытых служб, если возникают какие-то вопросы, то нет ограничений. Это, опять же-таки, не касается сегодняшнего моратория, да, как меня поправил Владимир Валерьевич, относительно свиданий и посещений. Мест лишения свободы. Давайте мы вернемся к местам лишения свободы чуточку попозже, а теперь относительно другого вида наказания. Потому что у нас, вот у меня есть статистика, где эта статистика, сейчас скажу, сколько. У нас сейчас в местах лишения свободы при лимите наполнения чуть больше 10 тысяч человек содержится 6806 человек. То есть это самый, наверное, низкий показатель за последние годы, да? И в средственных изоляторах чуть больше тысячи. А вот 4132 осужденных к наказаниям, это уголовно-исполнительные инспекции их курируют, да? Не связанные с лишением свободы, да? То есть фактически, как соблюдается закон, у нас Андрей Николаевич непосредственно курирует именно этот вид наказаний. Совершенно верно. Что происходит там и как прокуратура работает именно по этому виду? Ну, как организовано вообще в управлении ВСИН России и Патверской области исполнение наказания без залеза от общества. Действует на территории области в каждом районе филиал уголовно-исполнительные инспекции. Они в настоящее время объединены, их 17, по количеству 17 филиалов. На всю область. На всю область, совершенно верно, да. На районы города и районы области. Также на территории области функционируют два участка при исправительных колониях. Это при ИК-1 и при ИК-6 для отбывания наказания в виде принудительных работ. Лимит наполнения которых, в общем, составляет 80 человек. Это новый вид наказаний, да, принудительная работа? Ну, относительно остальных, да. Это новый вид наказаний. И в Тверской области он появился с января 2019 года. Вот. То есть появилась возможность в том числе и у осужденных Тверской области отбывать принудительные работы в своем регионе. Ну, это помогает, да, экономике тоже региона? Совершенно верно. Потому что ранее принималось решение о направлении осужденных к такому виду наказания в другие регионы, где есть учреждения специализированные под данные наказания. Проверяются данные филиалы у нас в соответствии с организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры и прокуратуры области ежеквартально. Помимо учреждений УФСИН данным видом наказаний, то есть без изоляции от общества, занимаются территориальные органы внутренних дел, иные учреждения, в которых осужденные отбывают наказание. Это я подразумеваю организации, то есть той или иной категории бизнеса, где осужденные отбывают наказание в виде исправительных и обязательных работ. Перечень данных организаций утверждается на местах администрациями муниципальных образований, соответственно, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. То есть перечисленные все органы и учреждения подлежат проверке прокуратуры ежеквартально. Ну, могу привести пример, что вот по состоянию на апрель, то есть за апрель 4 месяца 2020 года, выявлено порядка 200 нарушений закона в этой сфере, то есть в сфере исполнения наказаний, уголовных наказаний без изоляции от общества. Приняты меры реагирования. А в основном, что это за нарушения такие? Ну, вот так вот, чтобы вот... Если говорить об уголовно-исполнительной инспекции орган внутренних дел, в первую очередь проверяется работа должностных лиц данных органов с осужденными, то есть все ли они и своевременно выполняют, что предписано действующим законодательством и нормативными ведомственными документами. То есть определен порядок работы с осужденными данной категории, когда какие беседы проводить, когда какие проверки и с какой периодичностью осужденных проводить, и воспитательную работу. Особое внимание прокуратуры уделяется фактам совершения осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, повторных преступлений, то есть в период отбывания наказания без изоляции от общества. Но есть такое, что совершается прокуратурное преступление? Да, к сожалению, такие факты имеются, и каждый факт органами прокуратуры проверяется, то есть в каком порядке проводилась работа с осужденными, которые в последующем совершили преступление, и, возможно, имелись ли недостатки в деятельности должностных лиц либо уголовно-исполнительной инспекции, либо органов внутренних дел, которые в последующем явились одной из причин совершения повторного преступления данным осужденным. Это та самая профилактическая работа, о которой вы говорили. Совершенно верно, да, профилактическая и воспитательная работа, то есть чтобы был и индивидуальный подход к каждому осужденному, в зависимости от того, какое он преступление совершил, в каком положении находится, чтобы настаиваем, ну, как и прокуратура, так и руководство УФСИН настаивают на том, чтобы осуществляли содействие осужденному в трудоустройстве, может быть, какие-то помогали решить материально-бытовые вопросы. Ну, не секрет, что многие осужденные имеют задолженность по уплате алиментов несовершеннолетних детей. Но для этого нужно работать, конечно же, и что-то зарабатывать, чтобы эту задолженность ликвидировать. Да, и вот как раз уголовная исполнительная инспекция должна содействовать в том, чтобы данные осужденные трудоустроились и уже исполняли установленные законом обязанности. Давайте мы прервемся относительно трудоустройства. Вот мне хотелось бы, Надежда Александровна, а как вообще у нас исполняется закон относительно трудоустройства? Вот человек освободился, это всегда было проблемой. Сейчас и так-то законопослушным гражданам тяжело. А что говорить о тех, кто отбывал наказание? Мы в прошлом году данной теме посвятили очень много внимания. Ресоциализация лиц, освобождающих из мест лишения свободы. Это вот аналитически просмотрели все, что в этом плане можно делать, что делается в Тверской области. И было ряд предложений. Ну, во-первых, по квотированию рабочих мест. У нас в прошлом году более двух тысяч освободилось, из них 1600 освободилось и те, которые проживают в Тверской области. Заквартировано только чуть более 100 рабочих мест. Да что ли? Да, конечно. Это получается, что там... Конечно, есть предложения, и мы это высказали, правительство Тверской области, чтобы все-таки в закон квартир рабочих мест были внесены изменения. Не знаю, что произойдет в этом году. Понимаем, что все как бы сложно. Ой-ой-ой, да, коронавирус, но у нас большие изменения в нашу жизнь. Поэтому, конечно, мы держим этот вопрос на контроле. Второй момент, это работа все-таки с муниципальными образованиями, и мы, и центры занятости, которые должны более активно работать. В прошлом году мы попробовали вместе с ними, с пенсионным фондом, выезжать в наши колонии, чтобы они там информировали население, вернее, население осужденных, каким образом они могут устроиться, как они могут стать, если они не могут устроиться на учет как безработные. То есть все рекомендации в этом плане были выданы во всех колониях. И, конечно, очень много работали мы с центром занятости. Но центр занятости идет как-то на встречу? Да, да, они в этом плане. Сначала как бы какой-то такой формальной было отписки. То есть и колонии сами говорили, что мы направили информацию о том, что осужденные туда, на мертве муниципальное образование прибудет. И, наоборот, центры занятости говорили, да, если они придут, мы готовы их принять. Сегодня более конкретно стали уже подбирать рабочие места, чтобы предложить осужденным. И, кроме того, мы все-таки предложили в колониях, чтобы те профессии, которые они дают рабочие, они соответствовали тем потребностям, которые есть в наших субъекте. И предложили Министерству экономического развития, чтобы они выдали тот пакет документов или аналитику, какие же все-таки рабочие места могут предоставить тем, кто сегодня освобождается из мест лишения свободы. Насколько мне известно, существующая система образования в исправительных учреждениях, это и ПТУ, могут заочно учиться даже в высших учебных заведениях, это школы. Они настраивают осужденного именно на те профессии обучают, которые как бы востребованы сейчас в обществе. И перечень профессий очень большой, и так, чтобы они и там, находясь в местах лишения свободы, смогли работать, зарабатывать и выплачивать те самые суммы, которые они должны потерпевшим. Владимир Валерьевич, Вы контролируете, как этот процесс происходит? Безусловно, мы осуществляем надзор за соблюдением порядка привлечения осужденных к труду. Здесь надо немножко сказать, что первое, есть обязанность осужденных трудиться по благоустройству учреждения. Это предусмотрено, так скажем, бесплатное привлечение к труду, но оно один раз в неделю и более двух часов. Что касается привлечения к труду, то это одно из средств исправления осужденных в учреждениях. Существуют образовательные учреждения, работают образовательные учреждения. Все осужденные, которые до 30 лет и у которых нет общего образования, они обучаются в школах. Вот, кстати, у меня было первое такое, помнится, потрясение, что когда я первый раз, по-моему, была в колонии, это очень много лет назад, мне сказали, что у многих даже нет и начального класса образования. Безусловно, да, обучение идет с 5 класса. Вот они начали. То есть есть 5, 6, 7, 8. Получают образование и непосредственно имеют возможность, уже оказавшись в местах решения. Мы говорим, здесь возможно, учитесь хотя бы. Учитесь, читайте, да, читайте, работайте. А вот вы говорили, Владимир Валерьевич, труд, он как-то воспитательный, а здесь не дармо же, что труд облагорожает. На самом деле, человек, трудясь, как-то становится на путь исправления. Да, кроме этого, проходит обучение определенным рабочим специальностям, так называемое профессиональное обучение. В настоящий момент у нас проходит обучение по 19 специальностям во всех учреждениях области. Ну, например, электрики, слесарь по специальности электрик, слесарь, швей. Может быть, это не совсем мужская, так скажем, специальность, но при этом она достаточно распространена. Много занятых по этой работе. Функционирует Центр трудовой адаптация осужденных. Они привлекаются, соответственно, к работам. Ну, и соблюдение именно трудового законодательства является одним из основных направлений деятельности прокуратуры. Кроме того, это является, безусловно, положительным моментом в том смысле, что, получая заработную плату, из этой заработной платы идут удержания, прежде всего, по исковым заявлениям потерпевших, по иным обязательствам, которые имеются у осужденных. Начисление заработной платы тоже под контролем прокуратуры? То есть, тут все абсолютно контролируется и проверяется в соответствующих законах? Да, совершенно верно. Как контролируется работа и куда привлекаются осужденные без лишения свободы, Андрей Николаевич? Каким работам, что сейчас востребовано? Кажется, куда ни кинь, везде все нужно. Это хотя бы та же очистка города или какие-то конкретные предприятия? Если говорить о принудительных работах, ведь именно данный вид наказания предусматривает обязательное трудоустройство и труд осужденного, то осужденные к этому виду наказания трудятся в различных сферах, в том числе по уборке твердых бытовых отходов в организациях, которые этим занимаются в городе Твери. Также на заводе Тверской завод строительных смесей, там много трудоустроено осужденных. Ну и по другим организациям осуществляют свою деятельность. По данному виду наказания принудительной работы предусмотрено удержание зарплаты в доход государства. Ну и также из тех средств, которые осужденные получают в качестве зарплаты, идет не удерживание. Тут они самостоятельно принимают решение о перечислении средств в счет погашения ущерба, если такой причинен преступлением, либо другие обязательства, которые перед ними есть, по тем же алиментам, либо по искам лиц не в рамках уголовного судопроизводства, а в рамках гражданского уголовного производства. Проблем нет с трудоустройством? Как-то предприятия идут навстречу? Ну, конечно, они заинтересованы в таких работниках. С этим проблем нет. То есть все осужденные, которые поступают в участки, функционирующие как исправительные центры, они все трудоустроены и осуществляют трудовую деятельность, которая, в свою очередь, оплачивается в установленном порядке. Если говорить уже про уголовные исполнительные инспекции и про другие виды наказания без изоляции от общества, то здесь все-таки в первую очередь должно быть желание самого осужденного трудоустроиться, потому что зачастую много таких фактов, когда осужденного направляют в центр занятости, он либо туда вовсе не приходит, либо приходит, встает туда на учет, но на предложение центра занятости трудоустроиться в ту или иную организацию, он данное предложение игнорирует. Отказывается, да? Да, есть такие моменты, когда мы тоже работали в центре занятости. Кроме того, что есть квартирные рабочие места, мы предлагаем все другие рабочие места, которые есть в перечне. Но, к сожалению, из тех, кто приходит его начально и предлагают трудоустроиться, возвращаются очень, к сожалению, немногие. Ну, а если говорить, можно я дополню по трудоустройству в колониях? К сожалению, хочу сегодня сказать, что достаточно, наверное, еще большая проблема существует для того, чтобы все были трудоустроены, кто желает в наших колониях. Да, может быть, и больше бы работали, но не хватает мощности. У нас единственная колония, это пятая, где женщины полностью 100% трудоустроены. Наверное, можно отметить первую колонию. Очень много новых цехов, да? Там первая тоже колония открыта. Нет, нет, открытая, но, к сожалению, трудоустроена очень меньше 50%. Поэтому, конечно, вот эта проблема существует. Они открываются, новые рабочие места. В прошлом году 80, позапрошлым 120. Но это пока маленькая анатолика. Пока идет поставка материалов, пока работает, а потом взаимоотношения с теми же работодателями. Свои там проблемы, конечно, есть, не могу что-нибудь говорить. Но то, над чем надо работать сегодня в колониях и в целом руководству, это все-таки трудоустройство и развитие рабочих мест, чтобы все желающие, и не только желающие, были трудоустроены и работали. Это выплата алиментов, это выплата тех, будем говорить, других обязательств, которые на них имеются, когда они попадают, и необходимо какие-то выплаты производить и так далее. Поэтому, конечно, здесь очень такая... И заняты эти люди, потому что, если, например, в четвертой колонии там тоже, они у нас, больше там молодежи, и если они не заняты в течение дня, то это, конечно, не сказывается положительно. Это, конечно, получается с собой проблема. Кстати, уважаемые друзья, как вот, на ваш взгляд, ситуация в стране, вот то, что во всем мире происходит, и у нас тот самый коронавирус на экономике сказывается и здесь, по эту сторону свободы, что, чего ждать там? Ну, будем надеяться, что это не так долго все это продлится. Все ждем надеждой. Но пока, во всяком случае, количество жалоб, хочу сказать, не увеличилось. Единственное, наверное, это обращения, которые стали больше поступать от адвокатов и от родственников. Которые не могут сейчас временно попасть, да? Да, которые какие-то свои беспокойства высказывают, это и мы с ним связываемся и говорим, что проблемы таких острых с коронавирусом нет. Но из самих колоний ни одного вопроса, связанного с недостачьим лечением или каким-то обеспечением, мне за это время не поступило. Отсутствие каких-то индивидуальных средств защиты всем обеспечено. Я не знаю, но, во всяком случае, таких обращений нет. Владимир Валерьевич, Вы сейчас как удается сотрудникам прокуратуры в экстренных случаях попасть на прием, вернее, проникнуть сюда за колючую проволоку неволи? Никаких ограничений для нас нет, поэтому в случае поступления обращений либо в плановом порядке, либо в порядке обусловленной необходимости служебным, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности, предосторожности, прежде всего по отношению к сотрудникам учреждений, к осужденным, которые там содержатся, мы туда приходим и работаем, выполняем свои данные. Что можете сказать, то, что видели своими глазами, все меры предприняты, средства индивидуальной защиты, антибактериальные какие-то, вот такие обработка рук, чистота? Учреждениями УФСИН предпринимаются все необходимые меры, которые предписаны санитарным врачом УФСИН, рекомендованы санитарным врачом Российской Федерации, для того, чтобы не допустить проникновения инфекции на территории учреждений. В настоящий момент у нас в учреждениях таких фактов нет, я имею в виду среди осужденных. Среди осужденных относительно заболевших, да? Коронавирусом. То есть мы можем сейчас сказать, да? В настоящий момент мы об этом можем говорить, да. Относительно того, как работают сейчас в этих условиях сотрудники прокуратуры, прокуратура по осужденным без лишения свободы, что-то изменилось в Вашей работе? Ну, проверки в таком же режиме и с такой же периодичностью проводятся. Конечно, принимаются меры к проведению таких проверок дистанционным способом, то есть истребуются документы во избежание личного контакта с сотрудниками учреждений, чтобы не подвергать ни их, ни себя опасности. Если говорить о работе учреждений и организаций, где осужденные без изоляции от общества отбывают наказание, например, участки, функционирующие как исправительные центры, где осужденные к принудительным работам отбывают наказание, ну, там есть определенные ограничительные меры по выходу за пределы участка, не на работу, а в выходные и праздничные дни. Но осужденные, когда объявил президент Российской Федерации нерабочие дни, осужденные, которые в организациях работали, обеспечивающих жизнедеятельность, они продолжали свою работу. То есть продолжали выходить, учитывая меры безопасности? Ну, с соблюдением, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. А те организации, которые закрылись на период объявления нерабочих дней осужденные, находились в общежитии участков, функционирующих как исправительный центр. То есть они были все равно в закрытом режиме, если держались? Да, но также там принимаются все меры по дезинфекционной обработке помещений, измерению температуры прибывших осужденных, то есть когда они прибывают из города, скажем так, после убытия за пределы участка. Измеряется температура, обрабатываются спиртосодержащим раствором руки. И на это все администрация, в том числе учреждения, обращают внимание, чтобы все эти меры принимались осужденными в избежание распространения инфекции. Если говорить об уголовной исполнительной инспекции, ими также приняты меры для контроля за осужденными дистанционным способом, ну и любым другим способом, исключающим контакт сотрудника уголовной исполнительной инспекции и самого осужденного. Я просто знаю, что раньше были приняты рейды, вот у нас я сама участвовала неоднократно, вечерами проверяли, где находится осужденный, дома, не дома, как он, в каких условиях, как он выполняет то, что возложено на него государством. Совершенно верно. Такие вот проверки, они ежеквартально предусмотрены, совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Ну вот, изыскивают сотрудники уголовной исполнительной инспекции иные способы, в том числе и по видеосвязи с осужденными, выходят на контакт. То есть, чтобы не терять контроль за ними, понятно, что здесь в таких условиях сложно сохранить тот же эффект, который был до ограничительных мер. Но, тем не менее, дабы не подвергать ни их, ни себя опасности, способы изыскиваются, исключающие контакты. Поясним, это ведь для того, чтобы не было совершено повторного преступления. Конечно. Все только для этого этот контроль-то делается. Кстати, вы сказали о дистанционной работе. Надежда Александровна, я знаю, что вы в начале лета собираетесь провести тоже такую видеоконференц-связь, если можно это так назвать. Если можно так назвать, да. То беспокойство, которое высказывают и адвокаты, и родственники, в связи с тем, что они сегодня не могут быть и посещать учреждения, и колонии. Есть предложение, и мы его обсудили с начальником Агустинского, о том, что проведем, наверное, онлайн-прием. То есть запись предварительную мы сделаем с данными гражданами, кто пожелает с нами, так сказать, какие задать вопросы или беседовать. И потом определимся, каким образом. То ли это будет через какую-то связь, та, которая есть у данного человека, чтобы нужно было его и видеть, и нас видеть, и общаться, и определенное время будет для этого человека. Потому что, наверное, накопилось, да, у них вопросы? Есть вопросы, поэтому вот в начале июня мы всегда на сайте эту информацию разместим. Уфсиновская система тоже у себя на сайте разместит. Ну и вас попросим, если это будет возможно, тоже дадите такую информацию. Да, проанонсируем, когда такое будет. Чтобы все-таки снять те вопросы, именно напряжение, которое может возникнуть. Может, а чувствуется вот это напряжение, уважаемые друзья? Если мы говорим о самоизоляции, как люди сидят по домам, вынуждены сидеть, то это накапливается. А там? Или там не привыкать? Там еще не изменилось, в принципе. Единственное изменилось, что они сегодня, отменены те встречи, развлекательные мероприятия, свидания с родными. С родными. Больше напрягает, конечно, свидания с родными, наверное. Потому что адвокаты могут переписываться, как-то еще общаться. А здесь вот те встречи, которые проходили и короткосрочные, и долгосрочные, они, конечно, немножко так напрягают. У меня вопрос к сотрудникам прокуратуры. Насколько комфортно работают со службой в СИН, нашей региональной, насколько выполняются предписания и прислушиваются к вашим требованиям? Ну, Владимир Валерьевич, давайте Вы сначала по исправительным учреждениям. Да, у нас, в принципе, рабочее взаимодействие. Никаких проблем у нас в плане взаимодействия, совместной работы не возникает. Андрей Николаевич. Ну, хотелось бы добавить именно по исправительным учреждениям, поскольку и сотрудники аппарата прокуратуры области также участвуют в проведении проверок исправительных колоний и лечебно-исправительных учреждений. Те недостатки, которые выявляются органами прокуратуры, они отражаются в актах прокурорского реагирования. И после исполнения всех требований прокуратуры, данные акты реагирования, они снимаются с контроля. То есть, пока нарушения не устранены в полном объеме, акты прокурорского реагирования, они остаются на контроле. Даже несмотря на то, что для устранения некоторых нарушений требуются определенные материальные затраты, проведение различных конкурсных процедур и выполнение работ последующих. То есть, пока в полном объеме это не устраняется, это все контролируется до полного устранения. Фактов таких, что управление в Синпатерской области не было бы согласно с выявленными нарушениями и отказывалось бы их устранять, такого, конечно, не было. То есть, в каждом случае всегда понимание есть у руководства управления и принимаются все меры для устранения выявленных прокуратурой нарушений. Надежда Александровна, буквально несколько секунд относительно того, как работает, что по-вашему нужно еще поправить, изменить, чтобы было еще лучше и так хорошо. Еще лучше, хочу сказать, сегодня есть возможность прокуратуре и руководству Лежникову, в частности, о том взаимодействии, которое у нас сложилось. Потому что без них нам рассматривать и обращение жалоб было бы очень сложно. Всегда вместе доводим дела все до конца. Ну, конечно, хотелось бы еще раз вернуться в вопрос устройства наших осужденных и вопрос реализации, чтобы были у нас на контроле. И, возможно, разработка закона такого же, как есть в Московской области, это профилактики правонарушений лиц, которые вернулись из мест лишения свободы. Это, да, это, конечно, очень важно. Тем более, сейчас мы переживаем непростые времена. Уважаемые друзья, спасибо вам за участие в программе. Надеюсь, что скоро мы переживем эти сложные дни и вернемся к обычной жизни. Будьте, пожалуйста, здоровы. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.